Благоустройство исторической важности. Площадь Ленина впервые за многие годы кардинально меняет свой облик. Что там происходит за металлическим забором, в среду посмотрел временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский и генеральный директор АО «Дома РФ» Александр Плутник. Последний в Иванове с рабочим визитом. Работы по оценке подрядчика выполнены на 40-50%. Немало времени потратили на то, чтобы разобраться с коммуникациями, не учтенными в проекте. Сейчас вопрос решен. Сейчас мы здесь, какая у нас концепция? Здесь у нас два тротуара уходят, мы устанавливаем асфальтовое покрытие. И хотим сделать, у нас просто в городе мало площадей, да, и такую прогулочную зону. То есть, соответственно, нет ни в городе ни одного фонтана, который был бы исполнен, чтобы дети поиграли. И, значит, освещение восстанавливаем, газонная часть, да, чтобы отсекала от проезжей части. Ну, это небольшие деревья будут, так, чтобы не загораживать саму площадь. Или, соответственно, вот гранитную плитку. От скульптур решено отказаться. Хватит одной, самой главной и центральной памятника Ленину. На площади будет велодорожка, ведущая прямиком в парк Степаново. Лавочки, торшерное освещение и фонтан. Ну, это пешеходный фонтан, так называемый сухой фонтан. Он будет вровень с землей, вот уже решетки ложим. Завтра приступаем к монтажу оборудования. И если все будет по плану, то числа 20 октября мы проведем пусконаладочные работы. Три старинные ели пока оставят, хотя подрядчик и настаивает на том, что они аварийные. Деревья на самой площади в планах есть. Возможно, это будут клены в катках. У гостей замечаний к такому благоустройству нет. Напротив, конструкторское бюро «Стрелка» готово приступить к работе с городскими территориями областного центра. Речь идет фактически о подготовке. Только я хочу подчеркнуть вместе с жителями города, вместе с жителями города, как вот мы в Палихе делали, такое плана благоустройства всего города Ивана. Чтобы мы понимали, где у нас парковые зоны нужны, где нужно, вы в этом технологически хорошо разбираетесь. Поэтому, я так понимаю, мы с вами договорились, что мы сейчас поработаем с малыми городами и переключаемся все-таки на столицу региона города Ивана. Есть возможность соединить архитекторов из разных городов России с местными ребятами, которые здесь родились, которые здесь работают и привлечь их к работе по созданию проектов изменения города. Напомним, «Стрелка» плотно работает над проектами благоустройства Палиха, Кинишмы и Юрьевца. Показать результат в Иванове обещают в течение ближайших нескольких лет. Что касается площади Ленина, согласно контракту, реконструкция должна быть завершена до конца ноября. По мнению подрядчика, это произойдет на месяц раньше. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова